Привет! Это видео полезно будет для всех. Это видео про ответственность. Где бы вы ни работали, в какой бы сфере вы ни работали, текущая законодательная, политическая ситуация такая, что все хотят на кого-то переложить ответственность. В чем бы то ни было, будь вы водителем, будь вы дворником, будь вы айтишником, будь вы инженером, кем угодно, даже в случае, если вы, казалось бы, инженер разработки какого-нибудь гидросооружения, на вас все равно возлагается ответственность. Вы должны сделать все правильно, рассчитать, и если вдруг это сооружение рухнет, то, соответственно, на вас будет возлагаться ответственность, вас будут привлекать к суду, к слушаниям, в лучшем случае как свидетеля, в худшем случае как обвиняемого. Вот такой вот один из примеров. Соответственно, в каждой сфере есть на человеке, который исполняет какую-то работу, есть определенная ответственность, и эта ответственность определяется договором, законодательством, нормативными актами и прочим огромным вот этим вот комом бюрократических процедур и документов. И, соответственно, это видео прежде всего о том, я сейчас приведу два примера из моей сферы, я айтишник, приведу два примера из своей сферы, и расскажу, как же вашу ответственность уменьшить и конкретизировать, то есть за что конкретно вы отвечаете, и дам вот, ну, как бы такие идеи, конкретных рецептов не дам, но дам идеи, как эту ответственность хотя бы уменьшить, или как ее грамотно выполнить. То есть, если вы ответственный за чистый участок, ну, понятно, за чистый двор, вы чисто подметаете, все, ваша ответственность реализована. То есть, вы ее реализовали, вы выполнили то, за что вы ответственны. Итак, первый пример. Первый пример это с договором. То есть, есть договор в IT, и IT-шник обязан по этому договору выполнить архивирование данных. Соответственно, если вы обязаны выполнить архивирование данных, то помимо того, что вы это обязаны настроить, вы должны учитывать еще и тот факт, что вас могут подставить. То есть, вы выполнили архивирование данных, если вы компанию обслуживаете, ушли обслуживать другую компанию, а сюда придете через две недели в следующий раз обслуживать, проверять, все ли работает. За эти две недели компания может нанять или пригласить своего знакомого IT-шника ваши настройки удалить, данные все удалить и возложить на вас эту ответственность, сказать, вы ответственны были, данные удалились, мы ничего не знаем, давайте выплачивайте нам штраф. А штрафы прописывают большие такие мошенники, то есть, там в размере годового обслуживания. И, соответственно, вы должны как-то эту ответственность уже ликвидировать. То есть, учитывая вот этот факт, вы должны, соответственно, заактировать эти настройки. То есть, вы эти настройки выполнили, помимо того, что вы их просто выполнили, вы должны подписать акт, что вы выполнили эти настройки, сфотографировать, что они есть, эти настройки. И это так, чтобы ваш заказчик подписал. Вот, это один из примеров такой вот выполнения ответственности. И второй пример, допустим, есть такое понятие, как лицензионное, а не лицензионное программное обеспечение. Соответственно, вы ответственны, то есть, вот я как айтишник, ответственен за то, чтобы на компьютерах стояло лицензионное программное обеспечение. Как это сделать? Понятно, что вы должны у директора запросить, сказать, дайте мне лицензионное программное обеспечение, мы сейчас его поставим, и все будет нормально. Но не тут-то было. Директор вам говорит, денег нет. А у вас ответственность на вас лежит за лицензионное, за использование лицензионного программного обеспечения. Что делать? Соответственно, вы пишете служебную записку, что там-то, там-то стоит нелицензионное программное обеспечение, отдаете директору под подпись обязательно, чтобы вам второй экземпляр подписали, все, вы ответственность таким образом себя снимаете. Точно так же в абсолютно любой сфере. То есть, я советую взять ваши должностные обязанности, посмотреть, какая на вас возложена ответственность. То есть, ту ответственность, которая невысокая, которую вы можете вот как дворник реализовать, ну, подмел двор, там завтра листья нападали, ну, второй раз подмел. Ну, то есть, вот вы выполняете свою обычную работу. Какая на дворника ответственность? Ну, начальник там накричит, скажет, ты, слышь, двор убери нормально, ну, он пойдет уберет. То есть, тут я не думаю, что стоит актами это все закреплять. Но если на вас финансовая какая-то ответственность, вот, например, завскладом, он же ответственен за весь склад. Соответственно, там все это уже проработано, за каждый товар там будет акт, выдал, принял и так далее. То есть, там все закреплено более-менее хорошо. Вот, но если у вас, допустим, склад, на котором нет видеонаблюдения, на который более-менее свободно люди могут зайти, то это о чем говорит? Что может быть воровство. А отвечать кто будет? Вы будете отвечать. Соответственно, вы должны, если вы завскладом, вы должны написать служебную записку, что у нас вот такие-таки проблемы на складе, и если в случае воровства или недостачи, я ответственность нести за эти факты не могу до тех пор, пока не поставлено видеонаблюдение, контроль доступа и так далее. И таким образом, вот, какую бы вы должность ни занимали, сделайте анализ своей ответственности, не поленитесь, потому что потом, завтра, просто придется вам отвечать в лучшем случае увольнением, в худшем случае судом. Вот, то есть, исполняйте ответственно свою работу, но смотрите там, где вы не можете исполнить, как вот системный администратор, он же не может за миллионы покупить, программное обеспечение поставить. Соответственно, он должен об этом извести директора, себя это ответственно сложить. Также на любом месте, если вы не можете выполнить, то есть вы ответственны, но вы не можете выполнить, потому что вам не дается сверху для этого средств или каких-то полномочий достаточных. Все, соответственно, пишите акт и служебную записку и кладете на стол директора, обязательно в двух экземплярах. Что то, за что вы не можете отвечать, чтобы у вас потом была ваша защита в суде или в каких-то случаях конфликтных, вы скажете, вот, я вас предупредил, я вам сказал, что это надо, извините, если вы мне не дали, я это не мог выполнить, просто физически не мог. Вот. Все, на этом видео заканчивается. Если вам интересно, если вы досмотрели до этого места, то, значит, я очень надеюсь, что видео вам было полезным, интересным. Ну и пишите в комментариях, какие есть варианты ответственности, как ее можно переложить, если вы не можете ее исполнить. Вот. Я думаю, что всем это будет очень полезно. На этом все. Всем пока. Всем хорошего дня, солнечного настроения. Пока.